В Ельниках полицейские с разницей в несколько часов задержали двух подростков за рулем машин. Первого на Отцовской, не зарегистрированной иномарке, остановила участковые полномочные полиции. Глуши автомобиль, еще раз говорю. Ну для того, не загубляй ситуацию, давай по-хорошему. Что ты нас понимаешь? То, что ты там нарушил? То, что без прав ездишь? Ну покажи, давай права, покажите. Водительское удостоверение 17-летний подросток на Митсубиши показать так и не смог. Сельчанин не достиг возраста, дающему ему право управлять ТС категории «Б». Но отвечать за это перед законом он может вполне. В отношении юного водителя составлено три административных материала, в том числе за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления транспортными средствами. Второй юный автолюбитель едва не спровоцировал ДТП, входя в поворот на одной из улиц Ельников. При этом в салоне автомобиля находились несколько пассажиров. Самому гонщику едва исполнилось 16 лет. На него, так же, как и на несовершеннолетнем водителе иномарке, инспекторы составили протоколы. Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортом без водительского удостоверения влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. За передачу управления лицу, не имеющими права управления транспортным средством, штраф составляет 30 тысяч рублей. В первом случае на отца 17-летнего подростка и собственника иномарки инспекторы составили административный протокол. Во втором случае подросток сам является владельцем машины. Теперь детей и их родители ждут в комиссии по делам несовершеннолетних для принятия решений о постановке их на учет. Уважаемые родители, ни при каких обстоятельствах не доверяйте своим детям управления транспортными средствами. Ведь последствия вашей уверенности в том, что ребенок справится с вождением, могут стать плачевными. Анастасия Семшева, программа «Происшествие».